Всем здравствуйте! С вами на связи Елене Новый Цвяду и вы на моем канале Самопознание. Сегодня я хочу посмотреть расклад, который предложил этот совет от высших сил учителя и хранителя. Буду делать на четырех колодах. Я не думаю, что расклад будет таким большим. Кстати, мне неоднократно писала одна девушка, я не помню ее имя, о том, что звук моего видео испортился и это очень тихо. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, насколько меня слышно, потому что я использую для записи телефон и микрофон, в принципе, не использую. Но я надеюсь, я переслушиваю, пересматриваю все свои записи и я их слышу нормально. Но я это я, мне важна ваша обратная связь, насколько меня хорошо слышно. Вот. Так, три позиции. Выбирайте камешек для себя. Первая позиция, вторая, третья. Красный, голубой и зеленый. Первая, вторая, третья позиция. И мы посмотрим, да, совет. Я не думаю, что я буду делать большой расклад, но посмотрим. Так, отодвигаю. Вот так сделаю. В сторонку эти две позиции. И мы сразу приступаем. Позиция номер один. Красный. Камешек. Совет от высших сил. Давайте вот так и сделаем. Из каждой колоды колода IT, soul car, театр кукол и эпическая тару. На этих колодок я буду смотреть сегодня. Вот так. Итак, совет вам сразу, да? Страстная любовь. А здесь в голове какая-то у вас любовь, да? Принцума упорства и аркан силы. Интересные такие, знаете, советы. Во-первых, здесь непосредственно карта говорит о каких-то ваших взаимоотношениях межличностных сразу. То есть, возможно, либо вас ожидают в будущем какие-то новые взаимоотношения, либо в тех взаимоотношениях, в которых вы сейчас пребываете, да, вы проходите как раз-таки урок страстной любви непосредственно. Все ваши мысли, они заняты какими-то чувствами. Я вот здесь вот просто не могу понять, с чем это связано упорство, да? То есть, вы упорно либо думаете о каком-то человеке, но вот здесь вот не идет энергетически, что вы кого-то не оставляете, да? То есть, либо вы продолжаете о ком-то думать, знаете, вот прям подталкиваете. Здесь ощущение того, что какие-то отношения подталкиваете, продвигаете, которые, возможно, уже нужно было бы давно отпустить. То есть, отрезать, убрать, а вы вот здесь вот как-то все-таки думаете. Здесь все-таки у меня как-то через минус идет не плюс в контексте того, что вас ожидает страстная любовь, а здесь все ваши мысли, они погружены какими-то вашими чувствами, да? С чем именно вы упорствуете? То есть, вы хотите либо, знаете, здесь либо завершить эти отношения и выйти из них, либо перевести их на новый уровень. Но вы делаете. Это как-то, знаете, достаточно энергозатратно. Прикладывайте свою силу. Но здесь вам говорится о том, что ваша сила, она не должна быть связана как-то, знаете, с какой-то конфликтностью, с каким-то напором. А то, что вы хотите сделать, либо вывести эти отношения на другой уровень, да? Либо, наоборот, найти новые отношения. Здесь их нужно делать более мягко через... То есть, ваша сила, она не в слове. Она именно в понимании того, что мир окружает вас. Если во внешнем мире то, что вы видите в вас, не совсем устраивает, пересмотрите себя, свое внутреннее ощущение. Потому что здесь идет проекция. То есть, вы как-то вот прикладываете силу для того, чтобы сделать. И на каждую силу, на каждое действие есть свое противодействие. Да, закон физики. То есть, здесь получается, что чем больше вы что-то хотите, тем меньше вы этого получаете. Чем больше вы давите, тем больше к вам идет какое-то сопротивление. Ваше желание, оно настолько сильно, оно настолько велико, старее всего, либо, как я уже говорила, либо вывести отношения на другой уровень, либо, наоборот, встретить какого-то человека, либо вы очень много думаете о каком-то вашем партнере, что вы получаете обратный эффект. А вам нужно как раз-таки осознать, что ваша сила заключается именно в вашем спокойствии и гармонии. Когда вы за что-то очень сильно держите, то есть, когда вы напряжены, а в данном случае здесь идет смысл, заключается в том, даже не важно, касается это личных взаимоотношений, либо вообще. Посыл вам такой. Когда вы что-то держите в своей руке, вы уже ограничиваете получение чего-то нового. Я не могу в эту руку положить ничего, потому что я держу то, что мне кажется здесь очень ценным. И упорствуя, сопротивляясь, я не только сопротивляюсь тому, чтобы не потерять то, что есть внутри, а я и сопротивляюсь чему-то новому, чтобы вошло в мою жизнь. Как только вы распустите, раскроете свою ладонь и выпустите, то есть, то, что находится здесь, если оно ваше, оно никуда не уйдет. То есть, если в вашей руке лежит горсть песка, она никуда не уйдет, она никуда не исчезнет. Но при этом у меня будет возможность насыпать, обновить вот эту горсть песка, добавить, либо убрать, наверное, застоявшиеся лишние. То есть, прекратите быть в напряжении, расслабьтесь, раскройте свою руку, выпустите все, что должно, отпустите все, что должно уйти. И это ваше внутреннее состояние. Расслабитесь. Чем больше вы расслабились, когда сжаты, вы не пропускаете через себя абсолютно ничего, никакой поток энергии. Стоит вам немножко расслабиться, у вас энергия начинает аккумулироваться, она начинает двигаться, и вы чувствуете жизнь, вы чувствуете какое-то некое наполнение, и вы прекращаете концентрироваться непосредственно на голове. Начинает движение, и придет вот это вот краски состояния, вот этой вот любви, которой вы хотите. Здесь любовь может быть в широком понимании смысла, не обязательно какому-то конкретному человеку. То есть, если вы отытожите и сказать, какой здесь совет от учителей и высших сил, то прекратите сопротивляться, прекратите упорствовать в том прорыве, в котором вы хотите. То есть, при таких условиях ничего не произойдет. Нужно расслабиться, нужно выпустить, отпустить что-то, для того, чтобы то, что вы действительно хотите, даже, скорее всего, не то, что вы хотите, а то, что нужно вам, чтобы вам дали высшие силы, вам дадут по условиям того, что вы не будете этому сопротивляться. То есть, ваше сжатие, оно на самом деле является неким таким протестом. То есть, я протестую, держа в руке что-то, я протестую тому, чтобы что-то другое мне дали. И здесь ковраски противоположный эффект. Такой посыл, я могу делать большой расклад, я уже говорила в самом начале, вот такой посыл вам по первой позиции. Мы с вами переходим в позицию номер 2, к голубому камешку, и посмотрим, что здесь за совет от высших сил, от учителя, от хранителей. Так. Прямой позиции, да? Здесь, знаете, страх. Причем абсолютно две вот эти карты, я еще найти не смотрела. Здесь две карты говорят, посмотрите, даже сама карта себе говорят о том, что здесь страх. Видите, я боюсь, крик души, человек отстраняется, да, ставит руки, здесь мне напоминает окно, элиминат самолета, да, обычно дети так делают за окном, прислоняется лицом к зеркалу, к стеклу, да, и в принципе здесь такой вот крик души по ходу идет, которого никто не слышит, да, за стеклом, человек кричит, а его прям рот раскрыт, а его никто не слышит. Он, знаете, как будто бы защищается, да, но здесь непосредственно вопрос страха. Страх смерти, но здесь смерть идет в контексте именно отживания, отмирания чего-то старого, чего-то прошлого, да, страх, я бы сказала, каких-то перемен, а карты вам как будто бы рекомендуют не бояться, да, не бояться тех перемен, которые входят в вашу жизнь. Вот здесь вот прям карта называется, одна называется косность, да, закостенелость, другой провал ожидания, то есть здесь вы, как будто бы есть какое-то желание ваше, и вы боитесь, что ваши ожидания не оправдаются, отсюда и страх, страх перемен, да, страх что-то оставить, что некая даже, то есть нехватка какой-то гибкости, все должно быть здесь контроль, страх потери контроля, хочу, чтобы было так, как я хочу, при этом какое-то вот пускай такое восприятие, я отказываюсь, восприятие мира, я отказываюсь, да, получать то, что мне дают, дайте мне то, что я хочу, да, у меня есть конкретные ожидания того, как все должно быть, что я хочу, здесь карты говорят о том, что как раз таки вот это и является ошибкой, во-первых, ваши ожидания не оправдаются, потому что любые ожидания это опять-таки протесты, сопротивления тому, что высшие силы для нас готовят, то есть мы не можем знать то, что нам кажется, нашим умом оценивается, воспринимается как что-то позитивное, негативное с точки зрения общего замысла, да, это просто определенный этап, который мы должны пройти, и вот здесь вот идет какое-то сопротивление, почему, потому что ваше восприятие мира, оно какое-то закостенело стало, вот, и здесь нужно некое такое постоянство, стабильность, перестали вы здесь как будто бы двигаться, да, движение было здесь остановлено, непосредственно в каких-то своих суждениях, да, здесь на уровне рационализма, и вам говорят, что вам это нужно разрушить, вот вам прям просто будет это разрушать, провал ваших ожиданий, вашей косности, да, смерть, смерть тому, что должно уже отжить, здесь будет рушить, и вы, конечно же, этому сопротивляетесь, вы боитесь, вы этого не хотите, вы защищаетесь, но должно быть здесь понимание от кого вы защищаетесь, от высших сил, которые создают площадку для нашего развития, и ваша душа сама создала тот опыт, который вы проходите, здесь получается, что как будто бы вы сами от себя защищаетесь, но это немножечко абсурдно, да, здесь надо как раз таки довериться, довериться тому, что с вами происходит, и здесь вопрос общения, да, тройка энергии, нам говорит о неком таком общении в противоположности четверки мечей, о том, что я очень долго держалась, прямо здесь карта, да, где девушка держится за какой-то конкретный результат, вот, и вам нужны, говорят карты о том, что оставьте ваши ожидания, да, того результата, то есть все, что вы могли сделать, вы уже сделали, вам нужно расслабиться, то, что должно произойти, оно произойдет, то есть немножко отдохните, немножко расслабьтесь, да, вам не хватает здесь общения, вам не хватает некой какой-то коммуникации, взаимодействия с другими людьми, чтобы увидеть другие позиции, вот это вот ваша закостенелость, она краска говорит о том, что все, что вокруг вас находится, вы уже привыкли, вам это уже знакомо, вам не хватает какого-то обновления, и это обновление вам дают, но вы как раз-таки и не хотите чего-то нового, да, вам хочется то, что вам известно, то, что вам понятно, к новому, пока вы не готовы, потому что есть как раз-таки вот это вот ожидание, что новое, оно не даст мне того состояния, которое я хочу, вам здесь возможно вы отгораживаетесь от общения с другими людьми, но здесь у вас произошел какой-то вот, вам нужно прийти в равновесие, вот как-то сгармонизировать внешнее и внутреннее, причем равновесие в колоде театра очень красивое и очень такое смысловое, вот здесь вот есть качели, да, и мальчик с девочкой сидят именно на этих качелях, и равновесие здесь заключается в том, что только когда они находятся вот в такой позиции, да, происходит равновесие, что достаточно уйти из этой пары одному, а из двух, то равновесие будет нарушено, и внизу есть вот эти кнопки, говорящие о том, что нарушено будет баланс, и это причинит боль, то есть если уйдет девочка, то качели перегруз перейдет на сторону, да, этого мальчика, этой куклы, вот, и будет нарушен, да, вот этот вот баланс, поэтому сейчас вам говорят, что у вас уже нарушен этот баланс, именно с одной стороны вы, а там, где мальчик, это вот мир, да, взаимодействие с миром, с другими людьми, вот вам нужно как раз таки наладить этот баланс, и баланс, он построен, вот эта вот вся качеля, вся эта конструкция, как раз таки она стоит на книге, да, она стоит на каких-то знаниях, на каких-то, на каком-то понимании, вот вы должны прийти к этому пониманию, что все в мире должно быть с гармонизированным балансом, а у вас сейчас произошел некий такой перекос, и послания выровняйте, выровняйте, да, выровняйте именно в понимании между духовным и материальным, здесь Иеракхан в эпическом таро несет в себе суть того, что есть некое такое создание, которое было творение, создано для того, чтобы напоминать людям об их каком-то вот божественном, да, начале, о том, откуда они пришли и вообще для чего они здесь, то есть какое-то вот напоминание духовности, а здесь у вас вероятнее всего, как я уже говорила ранее, да, вы как будто бы закрываетесь, с одной стороны вы просите как будто бы помощь от высшей сил, а с другой стороны вы своим поведением как будто бы и отказываетесь от этой помощи, то есть сопротивляясь жизни вы забываете, что жизнь это и есть высшие силы, да, и энергия, и сама суть жизни, и когда вы включаете ум, да, чему-либо сопротивляясь, либо боясь, либо контролируя, то есть по сути вы сопротивляетесь самой жизни, и здесь получается такой диссонанс, я с одной стороны прошу помощи, да, помогите мне выйти из этой ситуации, когда мне эту помощь дают, я в открытую, как будто бы плюю в лицо этим силам, которые мне помогают своим сопротивлением, подумайте об этом, как всегда совет такой достаточно философский, разберитесь, чего вы там боитесь, и чего вы ожидаете, и почему вы решили, что именно ваши ожидания, это то, что вам нужно, а не то, что вам предлагают, да, кто вообще решает внутри вас, чего ожидать, и чего нет, и каких конкретных результатов, мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку, посмотрим, какие здесь, какой здесь совет от высших сил, от учителя, от хранителей, на, так, третья позиция, здесь вопрос целостности, стоит вопрос целостности, которая связана, вот здесь тоже, опять-таки, ожидания, фантазия, и прекрасный аркан смерти, говорящий о том, что целостность к вам приходит тогда, когда вы убираете из своей жизни какие-то фантазии, какие-то мечты, ожидания, для того, чтобы прийти к целостности, которую вы хотите, вы должны убрать то, что ей не соответствует на данный момент, то есть здесь должна произойти какая-то перемена, здесь становление вас как личности, идет отмирание, отмирание какой-то детскости, да, то есть понимание, что взросление, а в данном случае целостность, оно приходит тогда, когда вы убираете все то, что не является вами, все то, что является и следствием продукции вашего ума, то есть вот эти вот ожидания того, какие плоды, какие результаты я получу, ожидание того, что все будет легко, то есть вот ваше восприятие мира, оно сейчас будет претерпевать какие-то изменения. Сначала это будет происходить внутри вас и после этого вы только увидите результаты. Вас ведут сейчас как раз-таки к ощущению того, что есть целостность, что есть психическое и равновесие, что есть как будто вы знаете понимание себя, то, что не есть вы, у вас будут забирать это. то, что уже как-то устаканилось в вашей жизни, то, что уже стало какой-то опорой внутри вас, на основе чего вы живете, это все будет претерпевать каких-то изменений. Вас научат включать некий такой интерес. Дело в том, что вы обесточены эмоционально и вам сейчас не хватает вот этого наполнения, слишком все твердо, слишком все заземленно, и вам не хватает наполненности эмоциональной. И поэтому изменения, для того, чтобы вы пришли в свое какое-то равновесие, баланс, и спокойствие, вот вы слишком заземлились, здесь вам сейчас будут давать возможность выбора, какой жизни, то есть те перемены, которые будут, они будут вести вас к пониманию того, что вы выбираете, что вы хотите. Здесь по какой-то причине вы сами себя опустошили эмоционально, и вам не хватает этого. Слишком стали материальным. вот здесь вот вам нужно пересмотреть ваши взгляды касательно тех результатов, которые вы хотите получить, и что есть вообще для вас понимание какого-то результата, что есть для вас какая-то ценность. У вас будет происходить, вы будете получать новые знания, у вас будут происходить какие-то инсайды, новые знания, перемены. Я же говорю, перемены касательно именно вашего прошлого. Вы слишком как-то ушли в какую-то некую такое, знаете, безразличие, не интерес жизни, не хватает эмоциональности, новизны, не хватает какого-то интереса, любопытства, да, и здесь вот вас вытаскивают сейчас высшие силы, потому что вы не ощущаете себя целостной, вы не ощущаете сейчас, нет какого-то удовлетворения, наслаждения, вот сейчас будут какие-то перемены, но эти перемены они будут зависеть от вас, вам будет давать выбор, как вы будете смотреть на вещи, ваше восприятие мира должно измениться, и вам карты как раз про это говорят, обратите внимание на на те перемены, которые будут происходить. Да, вот вы как-то ушли какие-то вот ожидания, да, что все, что-то должно произойти, что-то, вот вы как-будто вы полагаетесь на жизнь, что какие-то перемены должны произойти, а пока они не произошли, я буду сидеть, здесь вопрос времени, не буду сидеть, ничего не делать, и здесь выпадает маг, да, то есть умение, у вас будут встать такие ситуации, когда вы сами самостоятельно сможете сотворить тот мир, который вы хотите, то есть до этого момента вы творили как-то более приземленное, да, и пошли в какой-то перекос, и вам сказали здесь стоп, вы в перекосе, здесь надо как-то все выравнивать, и сейчас вам дадут возможность как-то вот наполниться больше эмоционально, для того, чтобы, да, уравнивать эмоции, да, насыщенность, как раз и вас будет наполнять, ситуации будут такие, чтобы вам выдавать воодушевление, коммуникацию, общение, чтобы вы наполнились эмоционально, для того, чтобы прийти именно к той целостности, которая вас ведут сейчас. Вот такая вот информация у нас была и по третьей позиции, я благодарю вас за внимание, жду вас на ближайшем эфире, смотрите, не пропустите анонс в разделе сообщества, мне кажется, нам есть о чем поговорить, мне есть чем с вами поделиться, благодарю вас за ваши лайки, дизлайки, жду комментариев, и до новых встреч, пока-пока.